Махаля Сторис – это серия образовательных и культурных мероприятий, разработанных Фондом развития культуры и искусства Узбекистана в рамках участия нашей страны в 17-й международной Венецианской биеннале. Посетители выставки благодаря организованным мероприятиям, творческим встречам смогли узнать много нового об узбекских махалях. Цель всего проекта – продвижение культуры и истории Узбекистана на глобальном уровне, раскрытие туристического потенциала нашей страны. Джамшат Суатов с места события. Венеция – один из самых красивых городов Италии, куда стремятся туристы со всего мира. Им манит к себе венецианское архитектурное биеннале, где представлены экспозиции более 50 стран мира, среди которых и, конечно же, Узбекистан с концепцией махаля. В этой части Венеции нет наземных транспортов, поэтому, если вы хотите посетить биеннале, вам придется приплыть на катере или лодке. Зато вы сможете увидеть достопримечательности города. В целом, впечатления хорошие. Давайте посмотрим, сколько же человек посетили сегодня павильон Узбекистана. Открытие года. Я была здесь несколько дней назад. Решила еще раз почувствовать ту самую атмосферу Махали. Признаюсь честно, до этого я мало чего знала о культуре Узбекистана. Приятно, что есть подобные выставки, которые позволяют поближе познакомиться с достоянием народов. Была очень рада, узнав, что здесь сегодня пройдут встречи и музыкальные выступления. Мероприятия и лекции в рамках сессии «Махалинские истории» позволили гостям павильона терпать для себя еще больше информации. Очередная тема дискуссии – экология звука и современные звуковые практики. Профессор Франческо Бергамо и художник Карлос Кассос обсудили контекст и исторические предпосылки движения за экологию звука, а также методы звукового ландшафта и полевой записи с начала 70-х годов до сегодняшнего дня. Для меня большая честь быть участником данного проекта. Мы работали вместе с Карлосом Кассосом, опытным звукорежиссером, который мне помог узнать много нового и интересного о жизни Махали. Это действительно очень интересно. Данное пространство передает ту самую невероятную атмосферу Узбекистана. Стоит только закрыть глаза, и вы все услышите. То есть немаловажную роль в создании этого павильона играют именно звуковые эффекты, которые благодаря трехмерному режиму помогают нам перенестись в Махалю. Следующая сессия — Узбекистан и Махали как источник вдохновения для творчества. Познавательные дискуссии продлились несколько часов. Никто не покинул встречи преждевременно. Каждому было интересно узнать много нового о Махалях Узбекистана. Беседы были очень интересными. Как мы будем жить вместе — вопрос, который я намерен изучать и дальше. В современном мире роль культурного наследия, взаимопонимания между соседями, бережного отношения к традициям народа имеет очень важное место. Поэтому я намерен и дальше продолжить свои исследования в Узбекистане, узнать еще больше о махалинской жизни. Все это было сегодня в центре внимания участников прошедшей встречи. Приятно было видеть, что никто не покинул наши лекции. Люди действительно заинтересованы в изучении самобытности, особых качеств узбекских махалей. В целом, встречи и мероприятия, организованные в павильоне Узбекистана в преддверии 30-летия независимости нашей Родины, помогли еще больше раскрыть суть и значимость узбекской махали, традиций и обычаев нашего народа, развития культуры и искусства. Демши Саатов, Шерцот Ульмасов, для телеканала Узбекистан 24, Италия, Венеция.